Смотрите, я снял куртку, и теперь вот у меня голая рука, похожа на другую марку, мы же говорим про другую марку. Посмотрите, сколько здесь места, его здесь просто нет. Посмотрите, вон едет Audi A6 рядом. Ой, что-то зря я с ней начал сравнивать. 100. 8.37. Глаза радуются, но опять же они разбиваются об этого парня, который сидит, скучает. Ну, это Ромик. В Genesis говорят, что этот автомобиль создан без оглядки на стереотипы, и согласитесь, это смелое утверждение. Но если посмотреть на G70 издалека, то верится в это с трудом. Аккумуляторная мотокоса FSA56 немецкой компании Stihl, которая является партнером нашего ролика, поможет мне показать вам поподробнее этот автомобиль. О, спасибо. Кстати, хорошая штука. Легкая, всего 2,5 кг без аккумулятора, а с аккумулятором 3,3 кг удобная и может справиться с любой ситуацией. Скорость кошения поражает, а за счет изменяемой штанги мотокосу можно легко подстроить под себя. Кстати, обратите внимание на шум. Его практически нет. И аккумуляторы у этого агрегата тоже необычные. Подойдет для любой техники Stihl этой же серии. Например, конкретно этот мне передал другой блогер для того, чтобы я снял этот обзор. Ну, а я передаю дальше. Заряда хватит. И вы только посмотрите на него. Это та же самая платформа заднеприводная, которая была у Kia Stinger, но здесь она доступна только в полноприводном исполнении. Те же самые моторы. И, что самое интересное, те же самые цены. От 2 до 3 миллионов. В моем случае это комплектация Sport. Самый топ. 2 литра, 247 лошадиных сил. Что еще? Тормоза Brembo. Дополнительные опции. Почти все, которые возможны в этом автомобиле. И цена 2,9 миллиона рублей. 2,9. Эта машина собирается конкурировать с BMW 3 серией, Audi A4 и Mercedes C-класса. Ну, давайте, знаете как, давайте посмотрим, да, что же там внутри у нее есть. Но самое интересное, это другое. В Kia Stinger я придирался к тому, что это все-таки Kia за такие большие деньги. А здесь это другой бренд. И, казалось бы, все должно быть хорошо. Но прокатившись на этом автомобиле, я понял, что здесь всплывают совершенно другие претензии. Другие проблемы, другие минусы и так далее. Сейчас про все расскажу. Давайте пока посмотрим снаружи. И начать можно с экстерьера. Если в Kia Stinger дизайна было слишком много, чересчур много, эти задние фонари, какие-то вычурные, непонятные жабры, причем не настоящие, где только возможно, то здесь все вроде бы гораздо спокойнее. Но есть одна маленькая проблема. Если вы посмотрите на Genesis G70, то вы увидите, что здесь слишком много элементов, которые мы уже видели на Hyundai. И это плохо, потому что они, наоборот, пытались дистанцироваться от Hyundai, чтобы ничего похожего не было. А здесь просто посмотрите. Передняя облицовка радиатора, да, очень сложная. Да, похожа на Bentley или еще на какие-то супер премиальные автомобили. Но при этом по форме слишком схожа даже не с Elantra, а с Solaris. Это странно. Посмотрите на заднюю часть. Задние фонари, крышка, багажника, кромка. Все это тоже немного напоминает Hyundai. Причем здесь попахивает даже Solaris предыдущего поколения. Ну, прям кощунству, конечно, с моей стороны так говорить. Но это есть. Просто посмотрите на картинки. Это действительно совпадает. Да и все остальное, жабры в крыльях, оконная линия, все тоже какое-то немного вторичное. И это странно, учитывая тот подход, с которым корейцы делали этот автомобиль. Вроде бы с чистого листа. Вроде бы действительно без оглядки на то, что уже было. Но почему-то получилось немножко по-другому. Понятно, что это субъективное мнение. Я здесь сейчас не претендую на суперобъективность. Но посмотрите. Согласны? Похожа? Или нет? Или мне кажется? Я бы не был бы Паши Глюденовым, если бы я не нашел к чему придраться в этом автомобиле. А придраться тут есть к чему. Давайте посмотрим. Дьявол кроется в деталях, как я уже говорил. И здесь это абсолютно справедливо. Итак, вначале о хорошем. Посмотрите, какое количество алюминия используется в Genesis. Знаете, мне кажется, где-то в Lexus кто-то заплакал, когда увидел салон у Genesis, у базовой модели G70. Потому что такое количество крылатого материала в Lexus не снилось даже, не знаю, LC или LS 500. Просто там столько алюминия нет. А здесь он практически везде. Дверная карта. Посмотрите, здесь вставка из алюминия. Ну, такого, наверное, не совсем супер алюминиевого. Слишком тоненький слой, он обычно теплый. А вот здесь уже прям настоящий кусок этого хорошего, благородного материала. И он всегда холодный. Причем здесь такое сделано тиснение. Посмотрите. Ну, и плюс еще премиальная акустика Lexicon, в которой лазером в твиттерах сделаны отверстия, как это бывает на дорогих версиях BMW, Audi, Mercedes и так далее, и так далее. Ну, и опять же, кнопки управления стеклоподъемниками тоже в алюминиевой оболочке. И это тоже выглядит классно. Дальше у нас идет руль с фирменным логотипом. Здесь тоже алюминий. И если сравнить, например, с тем же самым M-рулем, в котором вместо алюминия используется пластик, и он еще весь скрепит, если на него нажать, то здесь, посмотрите, ничего нет. Тишина. Но, как я уже говорил, дьявол кроется в деталях, и про них я еще подробнейшим образом расскажу. Здесь у нас панель приборов. Посередине большой экран, на котором можно выбирать кучу всякой информации. Бортовой компьютер, мехатронные режимы и так далее. А слева и справа классические приборы. В принципе, сделано все неплохо, но здесь вместо белой подсветки, классической в данном случае, используется такая слегка голубоватая, которая, опять же, отсылает нас к Hyundai. И это не очень хорошо. И если присмотреться, то вы увидите, что, в принципе, большое количество элементов унифицировано с этой бюджетной корейской маркой, и это тоже не очень здорово. Просто посмотрите на руль. Он практически такой же, как, например, в Elantra. Или посмотрите на вот эти вот подрулевые переключатели, и они будут очень сильно похожи на таковые из Solaris. Хотя речь идет об автомобилях, которые различаются в цене в три раза. То же самое можно сказать и про центральную консоль. Если, опять же, абстрагироваться от всего и посмотреть на нее просто свежим взглядом, то вроде бы все хорошо. Ну, единственное, вот этот вот монитор-планшет, который многих раздражает, но, опять же, это просто современный тренд, и все его используют. Но, в отличие, например, от тех же самых немцев, или японцев, или кого бы то ни было еще, в общем, компании, у которых есть несколько разных брендов, и которые распределяются премиальный, бюджетный, или еще что-то, то они не используют один и тот же скин, один и тот же наполнитель во всех своих мультимедиах. Посмотрите, а здесь это ничем не отличается от того же самого Solaris, от того же самого, не знаю, там чего, Hyundai Elantra и так далее, и так далее. То есть, вместо того, чтобы что-то нарисовать другое, чтобы это было все-таки похоже на другую марку, мы же говорим про другую марку, здесь корейцы ничего не сделали. То же самое вы можете наблюдать и вот здесь, где климат-контроль, кнопки управления мультимедией. Вот это все мы уже видели. Видели, даже вот эти вот фирменные клыки, которые есть на Kia Rio, машина, которая продается за 700 тысяч рублей, они тоже здесь встречаются. Да, удобно, да, классно, везде софт-тач пластик. Вот это вот все вообще из какого-то точеного алюминия и просто потрясающе сделано. Но, ребята, мы же хотим получить что-то другое, мы же хотим получить какой-то премиальный автомобиль, и тут просто удар ниже пояса, посмотрите вот на этот элемент. Большое количество алюминия, да, все здорово, но, опять же, с синими диодами подсвечиваются надписи, как в дешевом Solaris, ну, тут уж никак ничего не скажешь. И, в принципе, такое большое пространство, на котором ничего нет, ну, в общем, не совсем похоже на премиальный автомобиль. Как будто вот этот фрагмент вообще из другого автомобиля сюда поставили. Хотя в целом, в целом, ну, первое ощущение просто вау, просто вау, просто роскошь, невероятная роскошь. Ну, вот посмотрите, где вы можете увидеть вот такие вот сидения или вот такую вот обшивку в дверях, это, я не знаю, что это, должна быть какая-то очень дорогая версия Audi или Bentley, но, по крайней мере, в базовых комплектациях за 2, за 3 миллиона у одноклассников вы этого не увидите. Здесь это есть, это классно. Черный потолок, черная отделка, но, опять же, куча деталей, которые даже не стесняются того, что это просто корейцы. Просто дешевенькие Hyundai или Kia. И это, конечно, странно. Почему так сделали? Непонятно. Тем более, что если посмотреть на более дорогие версии Genesis, которые сейчас продаются, то там разница в салоне будет гораздо более капитальной, нежели сделана здесь. Кнопка аварийки, кстати, тоже красивая и классная, и тоже она часто встречается в остальных моделях концерна. И, опять же, алюминиевые вставки, строчка на торпеде, ну, все вроде бы шикарно. Но вот количество элементов от не очень дорогих корейцев, конечно, странное решение. Очень странное. Посмотрите, есть еще один прокол по эргономике. Дверь открывается широко, это очень здорово, чтобы удобно было выходить. Но чтобы ее закрыть, я не могу дотянуться. Мне нужно реально наклоняться очень сильно вперед. Это тоже странно. Неужели они не могли увидеть, что среднестатистический водитель не может дотянуться до двери? Как это? Сейчас я сяду назад, сам за собой, мой рост метр семьдесят восемь, всегда мне просят об этом сказать. Посмотрите, сколько здесь места, его здесь просто нет. Конечно, корейские инженеры даже сделали специальные выемки под колени, поэтому тот, кто повыше, он, в общем-то, поместится, но не особо, не особо прилично. И плюс, посмотрите, какая высота туннеля, то есть третий пассажир здесь тоже, в общем, сядет так, с большой натяжкой. Странно. А размер-то приличный. И вот тоже парадокс. Казалось бы, нажимаешь на газ, выезжаешь, 2 литра, 247 лошадиных сил, машина едет более чем достойно. Разгоняется быстро, все классно. Если бы это делал бы Hyundai, то я бы просто бы ахнул. Ну, для корейца, который едет, который ты нажимаешь и сразу понимаешь, что да, машина динамичная, окей. Но если вы говорите об отдельном бренде, который метит еще и в премиум, то волей-неволей начинаешь сравнивать, а что там у Mercedes, Audi или BMW. И та же самая BMW, у которой с 2-х литрового мотора снимается 184 лошадиные силы, в простом варианте разгоняется до сотни за 7,3 секунды. Быстрее, чем эта машина. Быстрее, при меньшей мощности. Ну, а если посмотреть 330-ю, у которой 245, те же самые лошадиных сил, то она разгоняется уже за 6,0. То есть это уже полторы секунды разница. Казалось бы, почему так? Корейцы сами разрабатывали коробку, сами все настраивали. И вроде бы все работает классно, но, опять же, если не сравнивать с премиальными брендами. А сравнение хочешь-не хочешь, а получается автоматом. Особенно, когда вы узнаете цену. За 2 миллиона вы можете легко купить 320-ю BMW, да еще в каком-нибудь M-обвесе. Потому что она уходит с рынка. Сейчас выпустят новую версию, и ее отдают, в общем-то, за дар. Но то же самое происходит и с Mercedes C-класса, и с Audi A4. За 2 миллиона вы можете купить автомобиль. А если говорить за 3 миллиона, то 3 миллиона это уже заряженная версия. Это уже либо очень хороший двигатель, либо огромное количество опций. И поэтому мне не очень понятно просто, как они собираются конкурировать. Сама машина получилась просто отменная. Вообще супер. Я на ней езжу, и мне она очень нравится. Она классно сделана. Ну, нет ощущения, вообще нет ощущения корейца, что вы едете за рулем вот какого-то там бюджетного седанчика. Нет, нет. Все прям очень хорошо. Все классно. И шумоизоляция, и как машина управляется, как она настроена. Все супер. И разгоняется. Я говорю, нажимаешь, и даже вообще нет вопросов. Но за эти деньги, друзья, можно купить уже немца. И как бы там ни было, но бренду Genesis от силы несколько лет, а BMW, Mercedes, Audi, в общем, десятилетиями делают шикарные автомобили. Все упирается в то же самое, что и было на Kia Stinger. Да, эта машина классная, но на нее пересядут фанаты Hyundai. Те, кто уже вырос из Solaris, из Elantra, из Santa Fe и чего там у них еще есть. И хотят остаться внутри бренда, но хотят чего-то нового. Но нет, это не будет автомобиль для тех, кто уже ездит на немцах, кто ездит на 5-6-летних BMW, Audi или Mercedes и думает, что да, надо бы что-то новенькое, но новые немцы, к сожалению, стоят дороже. Но, друзья, эта машина стоит тоже очень дорого. Безумно дорого. Но только за это вы не получаете немецкого премиального бренда, который ценится везде. Вы получаете такой премиальный стартап. Не каждому он подойдет. Смотрите, я снял куртку. И теперь вот у меня голая рука. Понял? Вот, вы едете. И у вас всегда скрипит. Просто сама конструкция получилась не очень удачной. И, честно говоря, я даже не знаю, а можно ли это как-то отрегулировать. Вот это СКК-педали. Причем педали алюминиевые с такими резиновыми накладочками. Все хорошо. Но они не очень совместимы вот с моими кедами-кроссовками. Но это придирки, друзья. Это, конечно же, придирки. Это, конечно же, придирки. Но, блин, вся проблема в цене. Вот была бы она, не знаю, полтора миллиона начиналась бы. Но, окей, это дешевле, чем немцы, это понятно. А здесь, посмотрите, средний расход топлива 12,7 литра. При такой мощности, при таком объеме мотора, ну, это странно. Это слишком много. Те же самые немцы будут легко употреблять, на самом деле, не обманывая, ну, 10 литров. Даже 9. А здесь 12,7. Это много. Это смешанный режим, да, это сложный режим городской, с пробками, там, с остановками и так далее. Но это все равно много. Хотя, например, есть плюсы. Шумоизоляция здесь явно лучше, чем на трешке BMW, которая всем проигрывает в этом параметре. Но, наверное, не лучше той же самой Audi A4 или Mercedes UC-класса с акустическим пакетом, в котором стоят двойные стекла. Здесь вы ничего не выиграете. Но ощущения от вождения приятные. Приятные. Вот только с ценой не угадали. И еще очень странная вещь. Вот сейчас я торможу и как раз вспомнил про это. Это тормоза Brembo, которые здесь установлены. При той мощности, которая есть в этом автомобиле, их не хватает. Либо это такие настройки тормозного усилия на педали. Не знаю. Но после немца ты чувствуешь, что надо всегда дотормаживать. Нет ощущения такой супернадежности в тормозах. Их как будто бы маловато. Хотя и спереди, и сзади стоят большие тормозные машинки Brembo. Да и, в общем-то, колесные диски там тоже тормозные большие. Есть еще вопросы к подвеске. С одной стороны, машина настроена на драйверскую езду. Это абсолютно точно. Поэтому, наверное, главным конкурентом как раз и стоит рассматривать именно BMW. А с другой стороны, даже в BMW подвеска гораздо комфортнее. При той же самой энергоемкости и, ну не знаю, правильной рулежке. А здесь, когда вы едете по плохим дорогам, по неровностям, ну, по крайней мере, задним пассажирам точно будет некомфортно. Машина очень жесткая. Задница зажата просто, не знаю, непонятно, зачем это сделали. Тем более, что это не улучшило ее управляемость. Это не сделало машину картам и так далее. Вы чувствуете, что есть крены и так далее. Роме особенно это понравилось. Кроме того, есть еще один нюансик, который связан с Kia Stinger и отчасти с настройками для российского рынка. И он находится вот здесь, где вы выбираете режимы мехатронного шасси. С одной стороны, все здорово. Можете выбирать Smart, это так называемый подстраивающийся адаптивный режим. Eco, когда машина будет максимально экономить топливо, комфорт, спорт. Или, вот в этом и кроется проблема, кастом. Кастом это такой режим, который вы можете настраивать индивидуально. Но дело в том, что в европейских версиях, так же как и в Stinger, там нет кастома. Там есть Sport+, который позволяет вам отключить систему стабилизации. Здесь это сделать невозможно. Здесь почему-то вместо нормального режима вам поставили вот этот. Я не говорю, что нужно ездить с выключенной системой стабилизации. Это неправильно и мало кто так ездит на самом деле, у кого она отключается. Но включить промежуточный режим, когда машина позволяет вам немножко больше, это хорошо. Это всегда хорошо для спортивного автомобиля. Вы можете его почувствовать, вы можете ехать чуть быстрее, чуть увереннее. Но, по крайней мере, вы будете понимать, что происходит с машиной. Когда она зажата электронным мошенником, ничего не понятно. И большинству водителей, на самом деле, это не очень комфортно. Да, наверное, там зимой, снегопад, никто не будет включать никаких там спортивных режимов и просто будет спокойненько ехать в правом ряду. Но когда хорошая погода, когда хорошее настроение, или когда вы можете просто прохватить где-то на пустой дороге или выехать на какой-нибудь даже трек гоночный, я уж не знаю. Тем более, что эта машина позволяет вам посмотреть. Самое первое меню в бортовом компьютере показывает вам перегрузки, акселерометр. Датчики, где показывается крутящий момент, работа турбины и, конечно же, таймер. Таймер круга. Вы можете поехать на гоночный трек и, пожалуйста, вот у вас идет время. Поэтому это решение очень странное, тем более, что машина позиционируется как спортивный седан. Почему так? Непонятно. Не доверяют нашим водителям. Думают, что плохо мы водим, не справимся. Ну а почему-то немцы-то доверяют. Вон на М-ке вы нажимаете два раза кнопку на руле и все, система стабилизации отключается полностью. Полностью. Что хочешь, что и твори. Сам отвечаешь за себя и за всех остальных. Здесь корейцы перестраховались и этот режим выключили. Обильно. Кстати, забавный момент. В корейцах почему-то нет режима старт-стоп. Машина никогда не глохнет, не экономит вам топливо. Но, насколько я помню, инженеры Audi рассказывали, что это технология, которая многих не радует в России и позволяет сэкономить 0,4 литра на 100 километров. То есть, в принципе, прилично. Но корейцы такой ерундой не страдают. И здесь этого и вообще нет. Еще смешной момент. Это на проекционном дисплее вы можете включить разную информацию, которая там будет отображаться. И я, честно говоря, ни разу такого не видел ни у кого. А здесь, в Genesis, вы можете включить, чтобы у вас отображалась информация от системы контроля за мертвыми зонами. И когда вы едете в городе, у вас просто постоянно начинает мельтешить информация о том, что слева и справа автомобили. И это очень странно. Зачем они это сделали? Вот, честно, на ума не предложу. Зато интересно сделано, когда вы переключаете разные режимы, например, комфорт и спорт. У вас изменяется даже шрифт, который показывает скорость. Посмотрите, в режиме комфорт у вас обычный шрифт, такой прямой. А если вы переключаетесь в спорт, то шрифт становится с наклоном и талик такой более спортивный. Ну, помимо этого, еще изменяется подсветка и так далее. В принципе, неплохо, интересно сделано. Хотя, с точки зрения, опять же, сравнения с премиальными немцами, немного не хватает разницы и подсветки салона, и всего остального, что задает вам настроение. Но видно, что корейцы старались. Если сравнивать с Hyundai, то, конечно, это просто космос, небо и земля. Но если сравнить с Audi, у которой адаптивная подсветка изменяется подо все, вы можете настроить вот эти вот точные световоды по всему салону, это будет выглядеть просто шикарно, то здесь ничего такого, к сожалению, нет. Послушайте, как работает поворотник. Тихо, приятно, просто отлично вообще. Единственное смущает, когда вы заводите автомобиль, играет какая-то дешевая полифония, такая вот в стиле, знаете, азиатской техники 90-х. И почему-то от нее до сих пор не избавились. Хотя, с другой стороны, вот, я тестировал Audi A8, и там появилось то же самое. Хотя, по сути, это флагманский немец, премиальный. Ну, вот, тут, наверное, знаете, не угадаешь, кто куда движется, в какую сторону. Интересный автомобиль, но, к сожалению, чуть-чуть не дотянули. Видно, что старались, видно, что делали. Немножко, мне кажется, даже перестарались. Кричащий салон, который пытается быть премиальным, и в чем-то это удается, в чем-то нет. Настройки двигателя, подвески, коробки. Вроде бы все хорошо. Может быть, конечно, проблема только в цене. Может быть, и так. Но, не знаю. На мой взгляд, еще есть куда расти. Может быть, следующее поколение этого автомобиля будет таким, которым оно должно быть. Может быть, не повезло с ценой. Может быть, именно на российском рынке эта машина стоит очень дорого, и поэтому так вот все вышло. Но, в любом случае, здоровая конкуренция, это всегда хорошо. Больше выбор, лучше цены и лучше предложения. Спасибо, что смотрели. Если нравится то, что я делаю, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok